Время новостей на телеканале ПС. С вами Алексей Шемякин. Здравствуйте. В Малых Карелах сегодня открылся международный мастеровой сход. Уже третий год его участники демонстрируют актуальность народных ремесел в наши дни. Порядка 150 человек, отечественные мастера со всего северо-запада России, и зарубежные гости из Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии и Швеции объединяют всех север. Но у каждого есть свои уникальные народные ремесла, свои техники и приемы. Утаивать от коллег по цеху здесь ничего не собираются. Наоборот, участники приглашают всех на собственные мастер-классы по изготовлению народных игрушек, традиционной выпечки, ткацкому ремеслу и гончарному искусству. Мы пригласили не только чисто мастеров, народников, но и тех людей, которые уже стали не просто мастерами, прикладниками, они уже перешли в разряд дизайнеров. То есть это симбиоз такой происходит. То есть они используют традиционные знания уже в современной жизни. Это, конечно, в первую очередь очень ярко представлено в костюмах. Мастеровой сход будет работать до 9 июля в музее «Малые Карелы». 17 июля истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц. Его должны заплатить те, кто получил доход от предпринимательской деятельности, частной практики, кто сдавал имущество в аренду, продал недвижимость или автомобиль, бывший в собственности менее трех лет. Оплатить налог можно лично и через интернет-сервис на сайте налоговой службы. Стоит заметить, что уже с 18 июля за каждый просроченный день неуплаты будет начисляться пеня. Активные представители молодежи нашего региона отправились на этой неделе в Крым. Там стартовался российский молодежный образовательный форум «Таврида-2017». В этом году форум разделён на 8 тематических смен. Участниками главной площадки стали представители творческих профессий, архитекторы, художники, скульпторы, писатели, музыканты, хореографы, режиссёры, актёры театра и кино. Впервые форум открыл двери для библиотекарей, мультипликаторов и сотрудников музеев. Среди трёх тысяч человек, которых объединила «Таврида», есть и представители Архангельской области. Наталья Крюкова из Каргополя участвует в школе Ассоциации самых красивых деревень России. И не случайно именно в Каргопольском районе есть такая – это Ошивенский погост. Ошивенская ремесленная усадьба привезла именно на этот проект. И сейчас именно на школе Ассоциации мы будем его дорабатывать и совершенствовать, чтобы воплотить жизнь на нашу территорию. Создание и оборудование ремесленных мастерских для обучения современной молодёжи школьников Ошивенским традиционным местным ремесленным и также всех желающих гостей и туристов. Образовательная программа форума включает в себя общение с почётными гостями и мастер-классы от ведущих экспертов разных сфер деятельности. Приоритетом остаётся практическая работа над конкретными кейсами. Мне больше всего Таврида помогает в формулировании проектных идей и в продвижении наших целей открытого севера. А ещё Таврида-2017 – это обширная культурная программа и прекрасный отдых в Крыму, ведь смена главного творческого форума страны идёт почти два месяца. Алексей Шемякин, Крымский полуостров. На сайте планета.ру запустили проект по сбору средств на издание книги об истории Архангельского цирка. Вся собранная сумма пойдёт на оплату типографских услуг. Средств на печать недавно написанной книги не хватает, поэтому и обратились за помощью к неравнодушным читателям. Автор сборника, который называется «Архангельский цирк», первый стольят Ольга Беляева – научный сотрудник областного краеведческого музея. Она признаётся, цирк в детстве не любила. Интерес к нему мог так и не возникнуть. Есть ли бы не постоянные вопросы на эту тему экскурсантов? То есть в вашей книге не просто цирк, а цирк? Мне не нравилась цирковая музыка, мне не нравилось цирковое освещение, мне не нравились акробаты. Я сейчас вспоминаю всё это, конечно, с улыбкой, потому что я очень многого не понимала. И теперь я понимаю ту молодёжь, которая говорит, что цирк – это плохо, цирк – это неправильно, потому что культуру, восприятие циркового искусства надо воспитывать. Первая из трёх глав книги рассказывает о частных цирках Архангельска. Вторая посвящена работе коллектива в Первом государственном цирке. Он располагался ещё в деревянном здании. И, наконец, заключительная часть о периоде, который закончился в 1989 году с закрытием здания цирка на реконструкцию. Для издания 200 экземпляров исторического сборника необходимо 150 тысяч рублей. Часть тиража будет передана в библиотеки города и области, остальные подарят помощникам проекта. Когда в коровник приходят новые технологии, то у дои растут и коровы довольны. Возможно, именно это способствует тому, что Вельский район является одним из лидеров по производству молока в регионе. Это ферма 21 века. За бурёнками ухаживают роботы. Счастлив и человек, и корова. На кормовых столах микс из сена, силоса и минеральных добавок. Для массажа специальные большие чесалки. Режим дня формируется желаниями животного, естественным биоритмом, но всё под контролем умной системы. Она хочет, вот идёт, кушает. Хочет, идёт, пьёт. Хочет, идёт, отдыхает. Хочет, идёт, доится. Но не совсем так, потому что здесь организация системы колиток так, сделана таким образом, чтобы пройти к кормовому столу и надо пройти через солёные ворота. Ворота её отправляют или на робота, или к кормовому столу. Отправляясь на дойку, корова попадает в руки, то есть манипулятор робота. Перед тем, как начать процесс доения, машина проводит санитарную обработку бурёнки. Остальные стоят в очереди. В сутки это хозяйство производит 40 тонн молока. Система устроена так, что каждая доля вымени доится отдельно. И если, например, подходит к концу дойка, уже сокращается пульсация, снижается вакуум и уступает щадящее доение. А вся система настроена по потоку молока. Снижается поток молока и стакан снимается. Отголосок прошлого на ферме – детский сад. Им по старинке заведует человек – телятница Татьяна Поздеева. Вчера сдали вот тут ВК-35, он разбежится с той стороны и через верх перемахнет. Тут даже ногами не задевает. Ребёнок, хоть человеческий, хоть коровий, требует любви и ласки. А это и раньше, и сейчас могут дать только живые люди. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Завтра в России отмечается День любви, семьи и верности. В Архангельске пройдёт множество мероприятий. Конечно, главной площадкой станет сквер, где установлен памятник Петру и Февронии. Поэтому с 8 утра и до 15 часов будет перекрыто движение транспорта по набережной от улицы Попова до Садовой и по улице Логинова от проспекта Троицкий до набережной Северной Двины. И всем в пример. Ежедневные тренировки архангельских пенсионерок попали в объектив любительских камер. Бабушки в любую погоду осваивают уличные тренажёры. Их выдержки и закалки можно только позавидовать. Присоединяйтесь. Такие уличные тренажёры установлены во дворе дома номер один по улице Дзержинского. Ролик с бабушками-спортсменками набрал в интернете уже не одну сотню лайков. Информационные итоги сегодняшнего дня в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. Не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова